Всем привет! Привет-привет! И добро пожаловать на мой канал! Вчера были в гостях у Лены с Мишей, я вам показывала видео, как они чудесно поют! Это вообще... И вот я была удивлена, крайне, что оказывается у Миши тоже музыкальное образование. Я не знала этого, мне про это не говорили, но про Лену-то понятно. Она профессиональный музыкант, профессиональный педагог по вокалу, и занимаются продюсированием, и музыку сочиняют, и стихи пишут. В общем, такие очень прям разносторонние люди, очень творческие, и вот подход ко всему у них творческий. Стол такой был вчера шикарный, так все вкусно, просто необыкновенно. Мне у них очень понравилось в гостях. К сожалению, так и не удалось, по-моему, показать вист из окна, потому что я так и не нашла, как раздвинуть эти занавески. Не хотела рушить там красоту, которую Лена навела. Мы не раз еще с ними встретимся обязательно. И у меня на канале задавали вопросы по поводу их путешествия через границу на машине. Я вчера Миша задавала вопросы, но я думаю, что мы с ними снимем видео обязательно про эту поездку. А пока я вот буквально в двух словах скажу, что интересовало многих. Как они ехали? Они ехали через Верхний Ларс. Границу проходили очень быстро. Везде они были первые, как Лена шутит. Никаких неочередей, ничего не было. Либо им так повезло, либо вот уже все проехали, что называется. И еще был вопрос. Кстати, этим вопросом интересовался Жан. Жан, специально для вас. Я все узнала и отвечаю прямо здесь. Приличные встречи уже, конечно, детали. Вы спрашивали по поводу ограничения по весу на каждого человека, пересекающего границу. Таких запретов нет. Есть только на въезд в Россию. На въезд в Россию 50 килограмм на человека, все остальное за борт. Но спрашивала у них, был ли у них досмотр, или что-то машину досмотр, или что. Но ничего у них не было, никто ими не интересовался, ни их багажом, ни тем более их весом, и не тем, что они везут. Хотя, конечно, мы знаем, что перед пересечением границы есть определенные правила, которые, конечно, нарушать не стоит. Потому что, если будет досмотр, то будут неприятности. Но у них ничего не досматривали, ничего не взвешивали, ничего не проверяли. Ни жидкости, ни колбасу. Как помните, меня тормознули на таможне здесь на въезде из-за грабовых палочек, которых у меня там было очень много, потому что их любит Демирчик есть. У них ничего не досматривали, ничего не смотрели, пересекли границу, что грузинскую, что турецкую, вообще без всяких проблем. Ну вот я надеюсь, что эта информация будет кому-то полезна. Что у меня сегодня? Сейчас вот погуляю с собаками, приду домой немножко, подуберусь, там полы протереть надо. И придут, естественно, мои любимые внуки. Кто-то написал, все, детей надо оставлять и забывать про них. Пусть нанимают няньку, а вы занимайтесь собой, ездите, больше путешествуйте. Очень интересно мне знать, я одна куда буду путешествовать? Вот, ну, куда, никуда, никуда я не поеду, и внуки это мое все, и жаль, что вот не приедет Влад в этом году. Хотя мы планировали, что я его там заберу, или кто-то мне его привезет, и какое-то время он проведет летом здесь. Ну, видите, какая ситуация сейчас с билетами, просто огромнейшая проблема. И, ой, извините, это я неловко держу, вот так. Забыла сегодня взять с собой палку селфи, приходится держать в руках. Вот, и, к сожалению, билеты такие дорогие, что, ну, мотаться туда-сюда, придется поехать забрать и потом отвезти. Это проблематично, будет очень дорого. Ну, я надеюсь, что в следующем году будет все гораздо лучше. А в этом году Влад у нас поедет в Анапу. Он, кстати, в прошлом году ездил на 21 день, по-моему, да, на 21 день в Анапу в лагерь. Ну, и в этом году тоже. Кстати, там у меня спрашивают, есть ли такие подобные лагеря здесь, в Турции. Да, они есть. Почему туда детей не отправляем? Ну, по-моему, ответ очевиден. Потому что они очень маленькие. Куда до мирчика, которому еще нет 7 лет, куда его вообще отправлять одного в какой-то там лагерь, не лагерь? Ну, это вообще просто нелогично и неумно, если не сказать там хуже, что это глупо. Поэтому будем их развлекать здесь. Вот сейчас они съездят в Россию. Потом мы будем, ну, может быть, какой-нибудь еще в какой-нибудь отель поедем. Может, на море будем ездить. Ну, в общем, будем каким-то образом развлекать детей. И не забываем, что есть работа, которую нужно выполнять, которую никто не отменял, которая приносит некий доход. Поэтому у Тани не всегда есть возможность каждый день мотаться на море. Человек работает точно так же, как и вы, работает. Так, что у нас еще сегодня, значит, с детьми? Наверное, я поиграю с ними, покажу вам, как они развиваются и как растут. Настя такая забавная, это вообще, она все стала повторять. Вот прям рука отваливается. Все стала повторять за старшими и говорить не умеет, но она интонации передает. И очень интересно. Вот кто смотрел видео из отеля Сера, она там считает и раз, два, три, четыре. Ну, не говорит раз, два, три, четыре. Такая, а-а-а-а. И прыгает в бассейн. Все повторяет за старшими и братьями. Вот. И надеюсь, что сегодня, ближе к вечеру, у нас будет еще одна встреча. Надеюсь, что она не сорвется и что с ней будет все, что у нас состоится. Мы поедем в одно прекрасное место. Мы там уже были. Ну, хочется в него возвращаться еще и еще раз. Поэтому надеюсь, что все получится и вы поедете вместе со мной. Вот, кстати, садик. Возле нашего дома, как видите, никого нет. Он не работает. Летом каникулы, сады государственные не работают в Турции. Ну, так же, как и школы. И нет никаких там отдельных групп, как у нас делают. И нет. Ну, может быть, есть какой-то типа муравейник при школе, но я про это еще не знаю государственных. Ну, а в частной, в которой учится Демирчик, там точно этого нет. Пришла домой и увидела, что у меня, оказывается, закончились яйца. Заканчивают. Там осталось два штуки. Думаю, пока детей не привезли, есть время, пойду схожу в магазин. Давно не была в магазине. Очень давно не была. Обычно Таня едет за детьми или завозит их ко мне с утра. Спрашивает, мам, что привезти, что купить. Они там говорят, ну, там, купи молока, там, масло, там, чего, что мне надо. Вот. И там хлеба. И я давно-давно сама не ходила. А тут думаю, ой, нет, надо уже сходить, потому что, ну, Таня-то я скажу, Таня привезет. Но уже хочется самой пойти поглазеть в магазин продуктовый. Давно там не была. Пошла. А, собственно, пошла-то за яйцами. Ну, как обычно. Зашла в один магазин, там, купила одно и другое. Третье, сейчас я вам покажу. Кстати, вот. Вот, выхожу из этого магазина, уже отошла от него, иду, иду. И вдруг я понимаю, что яйца-то я не купила. Зачем пошла, непонятно. Хорошо, по дороге еще один магазин. Зашла, значит, в него. Сразу пошла, яйца схватила. И вот, в общем-то, с покупочками я пришла домой. Таня звонила мне, говорит, что мы сегодня не поедем на встречу. Поэтому я вас с собой не приглашаю сегодня. Сегодня мы будем дома. А встреча будет завтра. Значит, мы поедем завтра. Ну, нам-то какая разница. Нам все равно, мы же на пенсии. Вот. Ну, пойдемте, я вам покажу, что я купила. Ну, значит, сразу хочу сказать. Я потратила в одном магазине 282 лиры, и в другом магазине 134 лиры. Умножить нужно, вот это примерно на 3. Ну, на 3,2, вот как-то так. Ну, и там, пусть будет там 300 лир. На 3 это 1000 рублей. Ну, плюс-минус 100 рублей, да. И 134 рубля, это где-то рублей 400. 134 лиры, рублей 400. Ну, в общем, короче, полторы тысячи. Я на все, про все потратила. Пойдемте посмотрим, чего я купила на эти деньги. Вот, смотрите, у меня тут прям целый магазин, чего я купила. Ну, вот купила, наконец-то, эти яйца, собственно, за которыми ходила. И дрожжи. У меня дрожжи, ну, уже срок у них там закончился. Надо новые. Это я вот в одном магазине купила. И что-то я там еще купила, забыла, что. Вот. А, что? Вот я молоко там купила. И вот каймак. Так, вот, короче, вот это вот в одном магазине, а вот это все в другом. По-моему, так. Ладно, значит, здесь что? Молочко, вот такой пакет. Три пачки йогурта, это для детей. Вот такие колбаски. Ну, они, конечно, турецкие не очень, но ничего страшного. На бутербродик сейчас. Это бастурма, она чуть-то около 30 литров стоит. Йогурт. Полтора килограмма. В такой коробочке не была, не брала никогда. Ну, вот пусть. Для Насти айранчик. Масло сливочное. И вот курица. Сейчас пожарю им на обед. Так, это из продуктов. Мешки для мусора. Купила зарядку. У меня дети все разбивают зарядку. Купила вот такой вот стаканчик. Мне он понравился, как стаканчик-кувшинчик. Для чего хочу использовать? Я хочу сюда кисточки ставить. Я сейчас рисую. Вот удобно. Помыл сюда их, поставил кисточки. Может быть, водичку буду сюда наливать. Вот. И от чего не могла удержаться, не купить. Смотрите, вот сейчас покажу сразу. Смотрите, какой коврик. Ну, это вот такой на входной. Ну, я решила, что я его... Я его пока сюда положила. Положу его в коридоре. Правда напоминает мой коврик, который в ванной был? Ну, хочу, чтобы собаки. У меня Жекин любит на чем-нибудь полежать на таком. Вот. И самое, что мне понравилось, сейчас я вам покажу. Я вообще просто в полном восторге. Не знаю пока, правда, что я с этим буду делать. Вот. Но остановиться прям не могла. Я очень люблю вот такие вот вещи. Смотрите. Вот такая вот кастрюлька. Просто шик, блеск, красота. Я думаю, она на 2 литра. Вот у нее есть такая крышечка. Я думаю, я ее буду использовать для салатиков. Салаты сюда складывать. Сейчас почитаю, можно ли в ней готовить. Так. Вот. 300 градусов выдерживает. И 40 заморозки. Ну, не знаю, буду ли я ее использовать для приготовления. Ну, вот для холодных я точно буду ее использовать. Для салатов. Или там еще что-то помыла, сложила. Очень мне нравится такая посуда. Я обожаю стеклянную посуду. И как вам... О, смотрите. Попала в кадр. Это я рисую сейчас. Картинку новую. Не хотела вам показывать, но уже в кадр попала. Ладно. Не хотела показывать, пока не сделаю. Ну, вот там еще работа предстоит. Как вам моя кастрюлька? Вообще просто. Знаете, сколько она стоит? Она стоит 70... 70... Так, где чек? Чек? Чек. Уже потеряла. Вот она. Вот она, чек. Эта кастрюлька стоит 79,95. 80 лир. 250 рублей. Ну, около 300. А 250... Не буду сейчас точно подсчитывать. Курс, не знаю. А сегодня с утра. В общем, вот такая кастрюлька в 300 рублей мне обошлась. Ничего? В общем, я в восторге от кастрюли. Вот такие покупки у меня. Жду детей. И будем их развлекать. Вот и коврик пригодился. И коробочка из-под кастрюльки. Да, Настя? А ты чего хочешь, Настя? А что, на ручке? Сейчас, давай посмотрим, как Керенчик играет. Ну, все, все, иди, иди. Да похудите. Да похудите. Блядь, иди. Для того, чтобы будете не худеть. Нет. Это девочка. Мам, ну. Да. Это девочка. На все. На, 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 на. так забавно играют коробочка наше все на новом половичке с коробочкой ну а я не скрываю до снимаю чаток кусаться где он нас целует иностранец расти ничего не боится давать и настя чалика зубиков нет он так только пугает такой кусать ему нечем ну да у вас уже возраст не тот облизывает давайте-ка собирать эти картонки которые вы тут настрогали а кто значит керем пусть убирает ну что по йогурту и ты тоже настя попала да конечно все всем я вам сегодня купил по йогурту я кто кушай настя давай кушай и спать да и спать да подстригла собак до чарлик сама обкарнала позволила что таня забрала деток повезла их домой будет их там кормить ужином я сегодня их не кормлю ужином а я пойду гулять с собаками сейчас позвоню лилиане с жаном и мы по традиции с ними прогуляемся сегодня но гулять долго не буду потому что у меня еще есть дела мне нужно здесь убраться в квартире немножко после детей хоть они подметали тут веником так забавно вдвоем значит керем занят был там чем-то демир значит снасти подметали тут ну прям умора в общем после их уборки надо еще убраться вот все с вами прощаюсь увидимся в следующем видео не забывайте ставить лайки и всем пока пока пока